Девушки отдыхают В закрепленном комментарии И забирай халявный скин по промокоду Хватай секретный промокод в телеграм-боте Продай душ 16 лет Это что такое? Что за душа? Здорово, пупсики, здорово, малышки Всех обнял, приподнял С вами я, ваш покорный слуга Тимчап Сегодня мы будем разбирать такую небольшую ситуацию Которая произошла буквально на днях Я уже давно слежу за таким персонажем, как не Настя Либо же я Антон Она называет себя мужским именем Ну ладно, в принципе, это рофл Прикольно, зумерские движения Да и не только зумерские На самом деле так давно делали И опять же таки Помусолим некоторые тематики Там Казик Вот эта вся тема Особенно Казик в 16 Поэтому усаживаемся поудобнее И можем приступать смотреть это Всеколепное видео Всем приятного просмотра Короче, ну это обычная История, значит, листаю я этот ваш вонючий тикток И там попадается мне видос вот этой девочке Я как бы его просто Кролил и пошел дальше смотреть видосы Ну, ещё там этих тиктокеров полно. Потом мне попалось другое видео от этой тиктокерши, потом ещё и третье, а я уже думаю, да всё, пош... А кто это? Шелесом. Вы шарите, да, кто это? Стал даже зашёл посмотреть на её аккаунт. На тот момент там было около сотни... Антон не насти. ...тысяч подписчиков, и я думаю, ну, эх... В целом, что взять с этих тиктокеров, у них там по миллиону подписчиков, о них никто не знает, но... Как говорится, ну и ладно, да ладно прохладно, мне как бы ни холодно, ни жарко, наверное. Хотя нет, очень жарко мне от этого. Человек не так уже долго находится в тиктоке, но уже имеет в телеграм-канале 56 тысяч подписчиков. Завидно ли? Так, стоп. 300 тысяч подписчиков в тиктоке, 56 в теге? Ого. Ааа, чё-то попахивает каким-то говном. И мне после этого? Ммм, ну, ну, думайте сами. Да, конечно, нет, потому что, когда ты набираешь аудиторию с тиктока, ты набираешь, естественно, сразу же тупоголовых отбойников, которые ничего не понимают. Это та аудитория, которой можно скармливать всё, что угодно, они впитывают, как губка. Поэтому лучше спокойненько, уверенно идти вперёд, набирать там по 50 подписчиков. Хотел сказать в месяц, да нет, по 50 подписчиков в год, но зато это будет адекватная аудитория. Блядь, я говорю, я не понял, а как 50 тысяч при 300 тысяч подписчиков в тиктоке? Я в жизни просто не поверю, это какая-то слишком ёбнутая конверсия. Как так получилось? В моём случае всё-таки лучше бы аудитория тиктока набралась. Ладно, конечно. Вот я тоже думаю, там либо накрутка, либо ещё что-то, это слишком жёстко. Конечно же, шучу, ребят, шучу, шучу. И знаете... Конкурсы, вот эти конкурсы, скорее всего, но чтобы конкурсы проводить, там всё равно нужно с какими-то пабликами общаться, а это обычно за денежку делается. Короче, так и так, скорее всего, вложения есть дополнительные. Это не зависть, не жадность. Понятное дело, что сейчас девочки могут взять, намазать себя макияжем, снимать липсинг-видео и, в принципе, набирать аудиторию. Ну да, да, да. Так женщинам повезло, понимаешь, в этом плане, потому что... Ну ёбаный в рот. Вот пацану, пацан, если... Ну, давайте честно, вот какой есть вариант у парня, сильно, чтобы не придумывать контент и набирать аудиторию. Быть долбоёбом на камеру. Даже если он будет, типа, красивым парнем, так это ещё надо, типа, чтобы тебе с генетикой повезло, ты всё равно никогда не сравнишься с красивой девчонкой. Никогда, блядь, по статистике. А у них, кстати, наоборот, типа, если ты прикольная, типа, девчонка, то тебе, наоборот, будет писать, что ты дура ебаная. Типа, кринжовая. Ля! Пацанам всё-таки надо крутиться, вот, например, взять того же Глебаса. Человек выходит из зоны комфорта, я как бы не говорю, что это какой-то самородок, на который надо равняться, нет. Но задумайтесь, если бы Глебас снимал какие-то липсинг-видео без изюминок, без вот этой антисоциофобии, то вряд ли бы он далеко бы ушёл. У девочек всё просто, крути камеру и будет тебя просмотреть. Наверное, Никоглая не будем всё-таки в счёт брать, потому что ему недавно сделали операцию на его половой орган. Там всё-таки имеются пару вопросов. Да в целом, мне бы было на неё вообще пофигу. Снимает свои тиктоки, да снимает пусть дальше. Видно, что человек не из бедной семьи, потому что каждый день она выкладывает посты из ресторанов. Но вот не за... Диппинс девочка просто. Ребят, Диппинс это исключение из правил. И давайте будем честны, если бы Диппинс был бы красивой девочкой, у него было бы ещё больше, сука, в тиктоке подписчиков. Надо прекрасно понимать это. То есть если он как пацан такой, типа, уже привлек... Блядь, он как пацан привлекает пацанов ёбаный в рот, понимаете? То есть всё, как бы даже я его хочу. Задача. Это сложно скрывать, когда он рядом стоит, типа, но действительно есть такой момент. Недавно этот человек со своими друзьями был на концерте 52. Я не особо разбираюсь в этих движениях, но походу это были вип-места. Делюкс вип-кв... Диппинс это ошибка выжившего, ребята, понимаете? То есть это исключение из правил. В основном, всё равно, типа, девчонкам легче. Просто Диппинса хотят и пацаны тоже. Вот, это исключение из правил. Падро экстра. И казалось бы, что же может пойти не так, когда тебя обеспечивают родители? Может быть, это тот блогер, который будет давать нейтральную рекламу? Казалось бы, зачем ей такие серые, а то и чёрные деньги? Но, увы и ах, даже такая ситуация не спасает. Милана Хаметова? Ты долбоёб? Не, скажи, ты долбоёб? Пока человек пишет посты, что, о, мои подписчики, как же я вас люблю. Ей 13, блядь! Закидывает на каждый пост сердечки. Милота, ух. Но спустя какое-то время такие любимые подписчики получают пощечину в виде казино. Как же я обожаю это лицемерие в нашем веке, как... Не, слушай, я не понимаю, это реально накрутка или что? 12 тысяч просмотров, 70 лайков. Когда блогеры говорят, что они любят вас. Но рекламируют скам пирамиды и очередную помойку. Дворить нормальным голосом, нормальным тембром. Да как же это сложно. Это всё делается ради того, чтобы вы не ставили на 2 икс. Я не знаю, как на такое вообще можно вестись, когда тебе напрямую лгут. Вот это лживая улыбочка, вот это всё, фу, ёлки. А насчёт рекламы, она удаляется через сутки или двое-трое. Это на всякий случай, чтобы перестраховаться, чтобы такие блогеры, как я, не стали снимать разоблачения. Ну, скорее, чтобы ТГ не доебался. Там, по-моему, есть какие-то условия, что тебе, типа ТГ может синевой ебан закинуть, либо ещё что-то. Скорее всего, по этой причине удаляются. Ну, мне, по крайней мере, так кажется. Думаю, это не связано с тем, что блогеры что-то сняли. Всё, помню, открою. Потому что, ну, давайте будем честны, если вы удаляете пост ТГ-канале, его всегда можно найти через сервисы без особых проблем. То есть, если вы считаете сейчас, что в 24-м году удалить ТГ-канал, это значит что-то скрыть, ебать, нихуя. Заходите просто в ТГ-статистику, ТГ-стат, по-моему, да? Открываешь, смотришь, типа, удалённые посты, всё, находишь их сразу. Я считаю, что казино спокойно можно приравнивать к тем же наркотикам. Во-первых, они двигаются параллельно, приносят очень много бабок, люди впадают в зависимость, кто-то от наркоты, кто-то от лудомании. Во всех случаях люди теряют деньги. Поэтому, когда человек позволяет себе делать такого рода рекламу, это обозначает только одно. Он чихал на свою аудиторию. Это тут пример, когда прозрачно видно лицемерие. Но, несмотря на всё это, аудитория будет и дальше хавать. Дальше будет смотреть, комментировать, лайкать, приносить какую-то активность, благодаря которой рекламируется казино. Ну, аргументы очевидные. На этот лохотрон поведётся только тупой. Но я смотрю, что в наше время тупых людей очень много. И не всегда это те люди, которые ведутся на лохотрон. Не обязательно быть тупым, чтобы повестись на эту ловушку Джокера. Достаточно быть... Там, говорю, там, учитывая вообще всю эту схему, скорее всего и казик-то какой-то прям супер ноу-наивный. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Просто чрезмерно наивным. И вообще, с какого фига... Потому что выглядит это всё супер мутно. Наивные люди должны страдать. Я считаю, что наивный человек это не равно тупой. Хотя, смотря, что творится вокруг... Да, пофигу, наивный человек тоже тупой. Поши все лесом, вы все тупые. Люди давно уже наплевали. А сколько ты казику продашься? Ммм... Миллион долларов за стрим. На чувство достоинства и чести. Поэтому, может, и мне тоже пойти прорекламировать казик. На свои-то 158 подписчиков. А что насчёт фонда борьбы против казино? При этом я буду это делать на втором канале. О, а как вам такая идея? Пишите в... Без вебки. В комментариях, лап... Я с Морфоксом. Ладно, ребят, немножечко... И я не скажу, где будет этот канал. Я поразглугольствовал в этом видеоролике. Немножечко токсичности. Ну и что? Ну и что? В наше время это очень полезно. Поэтому, ладно, ребята, пацанов обнял, приподнял. Девчонок поцелал в лобик. Я, прикольно, но очень сложно его, сука, слушать. Это реально какой-то рэпа. Ну прикольный чувак, прикольный, прикольный. Но рэпа, сука. Буду улыбаться без причин. Буду отжигать, пока хватит сил. Петь о том, что он был в лобеем. Ты не поймёшь, почему, почему я не...